Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видеоролике я вам покажу то, что я заказал с Алиэкспресса для своего Иксбокса, ну и не только. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также ловите промокодик на Алиэкспресс, который вам даст скидку в 250 рублей от суммы заказа 1000 рублей. Если что, промокодик работает только для новых аккаунтов, но в любом случае вводи, пользуйся и получай скидку. Я лично сам заюзал этот промокодик, ну почему бы и нет. Если что, заказ я свой сформировал где-то в ноябре, я его оплатил, а доехал он мне вот несколько дней назад, если что сейчас декабрь и по сути даже больше половины декабря прошло. Я подождал, в принципе, давайте вам покажу, что мне пришло. Не знаю зачем, но в этот раз я заказал себе силиконовый чехол для геймпада Иксбокс Сериас. Повторяю, что он выполнен из силикона и имеет вот такие вот пубырки сзади и спереди. Давайте, в принципе, я его сейчас одену на геймпад и покажу, как он выглядит на геймпаде. Купил я его вообще по приколу, чисто было всегда интересно посмотреть, что такое чехол на геймпадах Иксбокс и как бы, ну почему бы и нет. Если что, силикон здесь довольно-таки тоненький и когда ты его одеваешь, ты думаешь, что ты его сейчас порвешь. Прям вот реально, вот смотрите, то есть сколько нужно дотянуть и ты его дотягиваешь и такое ощущение, как будто здесь все порвется. Одевать его, на самом деле, не камильфо, как мне скажет мой брат Дима. Но сейчас попробуем одеть и покажу вам, как он сидит. Блин, одеть его не так просто, на самом деле. Самое обидное, то что думаешь, что он порвется, потому что он прям реально капец как натягивается, вот посмотрите. Прям как бы не порвался. Первый стик залез, это успех. Так, ну мы почти его одели. Сейчас прям осталось, наверное, совсем немножко. Вот, в принципе, вот так выглядит геймпад с чехлом с Алиэкспресса. Знаете, по первым впечатлениям хочу сказать, что силикон, он приятный на ощупь, вот такой мягенький. Вот эти попырки меня вообще никак не смущают, они даже, знаете, придают некое чувство массажа на геймпад. Как бы, но геймпад становится больше и единственное, наверное, неудобно нажимать вот на эти вот кнопки, потому что они как будто продавлены. Но, опять же, это вот из-за вот этой вот области, которая появилась. Вот, в принципе, мне кажется, это неплохое решение для тех, у кого потеют руки. И для тех, кому геймпад кажется нереально маленький. Ну и для тех, кто просто хочет какой-то чехол себе на геймпад Xbox. Опять же, я не вижу в нем какой-то мега потребности, потому что геймпад Xbox Series и так хорош. Если что, данный чехол мне обошелся 10 рублей, и для прикола, почему бы и нет. Единственный плюс, помимо, ну, может быть, для кого-то удобства, я вижу лишь в том, что из-за него геймпад у вас не покорябается. То есть, положили на стол, и все, он у вас никак не корябается, то есть, он защищен этим чехлом. Но мне кажется, опять же, вот эти чехлы покупают чаще всего те, у кого потеют руки, потому что, в принципе, от влаги он теперь полностью защищен. Так, давайте перейдем к следующей покупке. Еще я купил себе вот такой вот защитный чехол для перевоза геймпада. Я почему-то подумал, что, блин, а вдруг я куда-то поеду, и если я возьму с собой геймпад, то в коробке его привозить не очень удобно, потому что коробка занимает больше места, чем чехол. И такой, блин, чехол мне, в принципе, пригодится. Потом же, когда я его купил, я подумал, блин, а я же никуда не езжу, нахрену мне чехол. Ну, думаю, ладно, пофиг. Если что, обошелся он мне где-то в 300 с чем-то рублей, вот, и, в принципе, он мне пришел немножко помятый. Вот здесь, вот здесь, а так, в целом, норм, выполнен он как барсеточка. Похож я так на бандита, нет? Чисто как для перевозок, я думаю, что вполне нормально. Давайте я вам покажу, как он выглядит изнутри. Если что, вот так вот он выглядит изнутри. Вот здесь вот есть специальная вкладка под USB-шку, какие-нибудь провода. Может быть, стики, если вдруг кто-то пользуется. Если что, геймпад полностью помещается. Единственное, что меня немножко смущает в чехле, так это то, что, когда ты его кладешь, то стики капец как упираются вот в эту штуку. То есть она капец как натягивается, и вот, ну, не знаю, типа, мало ли что-то будет со стиком. Сейчас давайте его полностью закроем. Все, геймпад упакован, в принципе, ему ничего не угрожает, вы можете его спокойно перевозить. Не, на самом деле, как прикольная такая сумочка, но, опять же, нужна она лишь тем, кто переезжает или там идет к другу в гости. По сути, если кто-то сидит там дома и никуда не переезжает, зачем она вам? Следующее, что мне пришло с посылкой, так это вот такая вот штучка. Если что, это штучка для того, чтобы сделать кабель-менеджмент прикольный на столе. У меня сзади, да и спереди, очень много проводов. Я решил, что прикольно было бы, если бы конкретные провода я сделал, так скажем, под специальные разъемчики. То есть, я сюда могу вывести порт АУПСа с видеокарты, сюда я могу, например, поместить переключатель с лампы, потому что сейчас у меня стоит это неудобно, и как бы, ну, чисто для какой-то организации я посчитал, что это прикольно. Если что, в комплекте давалась еще одна точно такая же штука, и в этот весь комплект мне вышло где-то около 300 рублей. Если вы вдруг не поняли, что это такое, то это делается вот так вот, типа, USB-шку вставляется, и все, и он держит. Вот, конец. Если что, наоборот, и двухсторонний скотч, который позволяет прикрепить либо там на бок, либо просто на стол, и чтобы, грубо говоря, она у вас не уезжала. Ну, на мой взгляд, прикольное приобретение, так скажем, в доме. Прикольная вещь, если вы хотите некий порядок в плане проводов. Также я еще заказал вот такую подставку для наушников. Мне просто очень надоело, что мои наушники где-то всегда лежат, либо на Xbox, либо на столе, и я подумал о подставке. Другие подставки я тоже видел, там были светящиеся, очень много выбора, на самом деле. Но я выбрал простенькую, и обошлась она мне в 700 рублей. Признаться честно, она мне понравилась не сильно, поскольку она скрипучая. Просто послушайте. И, на мой взгляд, она немножко хлипкая. Вот просто посмотрите, я чуть-чуть приложу усилий. Мало того, что она скрипит, так она еще и сгибается. И смотрите, в принципе, как нагибается вот эта штука, если вешать сюда наушники. Вот как-то так. То есть вот, ну, видите, она немножко прогибается. Я понимаю, что как бы это ничего страшного, но, ну, не знаю, мне кажется, она немножко хлипкой. То есть, если брать какую-то подставку, я, наверное, выбрал бы какую-нибудь подороже, какую-нибудь там светящуюся. Или самое главное, капец, как и устойчиво. Потому что еще один минус данной подставки в том, снизу нет никаких вот резиновых ножек. Потому что по столу она вот так вот катается. Ну, короче, как-то так. Если что, сзади имеются вот такие вот изогнутые штучки. Они для того, чтобы вешать часы и прочие аксессуары. Если что, я вешаю сюда вот так вот браслетики. Вот, а какой-нибудь один браслетик я кладу вот сюда. Ну, так скажем, знаете, за 600 рублей прикольная штучка. Самое главное, что она выдерживает наушники. Хоть и напрягается, так скажем, но почему бы нет. Как бы смотрится прикольно на столе и что еще нужно. А еще я себе заказал лампу Иксбокса. Мне в Инстаграме очень много писало, ребят, типа, закажи вот именно это. Если, кстати, хотите подписываться на мой Инстаграм, там всякие сторисы выкладываю. Писали, типа, купи, купи, купи. Эта лампа прикольная. Да, действительно, она по отзывам очень прикольная. Но прикол в том, что почему-то в единую посылку, где пришли все эти аксессуары, лампа мне не пришла. И, кстати, лампа мне обошлась дороже всего. Она вышла мне где-то около 1000 рублей. То есть 500 за лампу и 500 за доставку. И в итоге ни лампы, ни доставки, ничего. Да, я связался с продасом, мол, блин, где мой товар, когда вы его вышите, потому что его, по-моему, даже не отправили. Мне написали, друг, мы упаковываем. Мы отправляем. Че я сделаю? Ну, просто буду ждать. Я надеюсь, что она в скором времени приедет, потому что я собираюсь, ну, преображать свой игровой уголок, поскольку у меня есть старый стол. А как бы хотелось бы что-то неоновое, что-то светящееся и так далее. Если что, это были все обновки на данный месяц с Алиэкспресс. Алиэкспресс, как бы жалко, что не дошла лампа, потому что я ждал ее больше всего. И когда вскрыл пакет, такой, блин, а где лампа? А в итоге ее просто не отправили, так скажем. Грустняшка. И на этом, в принципе, все. Если что, на Алиэкспресс очень много товаров, связанных с Xbox. Там всякие наклейки, геймпады и тому подобное. Единственное, кстати, будьте внимательнее при заказе аккумуляторов. Просто есть подставки аккумулятора, где вы кладете геймпад, и он подзаряжается. Дело в том, что не все аккумуляторы подходят именно к новым геймпадам, потому что крышки и просто задняя поверхность, она немножко отличима. И то есть вы можете взять подставку для геймпада Xbox One, и если вы сунете туда геймпад Xbox Series, он у вас, ну, не пройдет, не зайдет. Я даже не знаю, потому что задние крышки, они разные. Будьте внимательнее, короче. На этом, в принципе, все. Обязательно пишите свое мнение по поводу данных товаров. Может, кто-то тоже покупал. Не забывайте юзать мой промокодик с Алиэкспресса, который подарит вам 10-50 рублей скидки от суммы 1000 рублей. Ну, всяко лучше сэкономить, нежели не сэкономить. Если видос понравился, ставь лайк, подписывайтесь на канал, и большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч.